Меня отправили в камеру, расположенную под землей, без окон. Там были установлены видеокамеры на всех четырех стенах, так чтобы можно было увидеть все происходящее в помещении. В камере вместе со мной было еще примерно 60 человек. Ночью 15 женщин стояли, чтобы остальные могли поспать лежа. Мы менялись местами каждые два часа. Перед завтраком, который состоял из воды и минимум риса, мы должны были петь песни, прославляющие коммунистическую партию. Они заставляли нас принимать неизвестные таблетки и какую-то белую жидкость. От таблеток мы теряли сознание. От белой жидкости у некоторых женщин прекращалась менструация, а у других начиналось очень сильное кровотечение. Некоторые умирали. Меня доставили в специальную комнату с высоким стулом. Мои руки и ноги были привязаны к нему специальными лентами. Охрана надела шлем на мою выбритую голову. Каждый раз, когда через меня пропускали электричество, все мое тело тряслось, и я чувствовала боль в венах. Меня оскорбляли унизительными словами и давили на меня, чтобы я признала свою вину. Они говорили мне, что моя мать и сын погибли, отец отбывает пожизненное заключение в тюрьме, и что моя семья оказалась разорванной из-за меня. Последний раз они избили меня так сильно, что я умоляла их, чтобы они убили меня.